28 октября 1901 года в селе Гам открылась второклассная церковно-приходская школа. Таких учебных заведений, дававших самое элементарное образование, в Коме края было немало, но это стало не совсем обычной. Открытие школы было большим праздником для всего населения Яринского уезда. На этот праздник собрались люди, кто пришел пешком, кто на лошадях, и звонил в церковь, возвышал о начале занятий. 28 октября 1901 года состоялось открытие этой школы. В адрес школы поступили множество поздравлений, телеграмм. И вот я хочу прочитать несколько слов из одной телеграммы. Пожелаем тебе же школе Гамской процветания и преуспевания, чтобы она славилась не только своей красотой и внушительными размерами, но и из-под крова выходящими людьми. Многие выпускники прославили маленькое северное село Гам. Яков Балин организовал Айкинское отделение общества изучения Коми края. Дмитрий Батиев стал главным инициатором образования Коми автономии. Федор Коковкин – герой гражданской войны. Писатель и историк Павел Доронин. Первый Коми ученый-этнограф Георгий Старцев. Но самым выдающимся учеником стал Петерим Александрович Сорокин. Мещанский сын. Секретарь Керенского. Главный редактор газеты «Народная воля». Профессор Петроградского университета. Почетный профессор Гарвардского университета. Гамская второклассная церковно-приходская школа существовала до 1918 года, когда она была преобразована в школу первой ступени. Сейчас в ней расположен музей и клуб. 28 октября 1937 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строительстве Северопечорской железной дороги от Коныши до Воркуты. Строительство велось силами заключенных ударными темпами. 28 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта Вознесенская Кирульская церковь. Здание некоторое время пустовало, использовалось как концертный зал. 5 февраля 1990 года храм вновь передали верующим. Продолжение следует... Продолжение следует...